Глава двадцать четвертая. Сюрпризы продолжаются. На сей раз Камила и Себастьян решили явиться на работу вместе. О том, что они неравнодушны друг к другу, знал уже весь салон. И вообще, почему им надо скрывать это? Но появление на небесно-голубом жуке сразу двоих сотрудников сегодня, кажется, никто не заметил. Возле распахнутых дверей салона стоял небольшой, потрепанный грузовик, а рядом с ним полный мужчина в комбинезоне и Регина. На ней было в меру облегающее черное платье с тонким кожаным поясом. Размахивая перед носом директрисы какими-то бумагами, мужчина в чем-то бурно убеждал ее. «Грасиас, сеньор, однако нам не нужны ваши люди для разгрузки этой машины», невозмутимо ответила женщина. «У нас достаточно работников, которые в состоянии сделать все сами». «Алехандро, Матео!» рявкнула уже в сторону распахнутых дверей салона. «Вы ждете, чтобы я сама занялась делом, не так ли?» «О, Себастьян!» обратилась Регина теперь к подоспевшему парню. «Вы как раз вовремя, нам привезли новую партию товара, и его срочно нужно перенести в салон». «А то этот сеньор начинает нервничать, говорит, мы мешаем нормальному движению транспорта на улице, и нас могут оштрафовать за это». В ту минуту из салона появились Матео и молодой администратор. Они явно не испытывали энтузиазма от предстоящей незапланированной работы. Что касается «Алехандро», он, похоже, с трудом сдерживал готовую сорваться с языка собственную длинную речь о рабочих обязанностях и скупых хозяйках. Себастьян отнесся к поручению начальницы с пониманием. «Надо, значит, надо». Тем более он совсем не был перегружен работой. Взвалив себе на плечи покрытый лаком под красное дерево гроб, парень понес его в салон. За ним с такой же ношей последовал Матео, а дальше Алехандро с одной-единственной крышкой в руках. Однако нес он ее с героически трагичным видом атланта, которому забросили на плечи целый мир. «Камила, дорогая, ты должна помочь Доротее с букетами», сразу же поторопила девушку синьора Регина, едва поздоровавшись с ней. «У нас сегодня заказ на множество корзин, сразу несколько похорон, так что одна она может не справиться». «Хорошо, синьора», быстро согласилась та, однако все же спросила. «А для меня работа?» «Нет, на сей раз твои таланты не понадобятся», – отрезала Регина, и Камила лишь разочарованно кивнула. «Авария. Одна авария, двое погибших», – поколебавшись, объяснила хозяйка салона. «Их будут хоронить в закрытых гробах». «Даже твое мастерство в данном случае бессильно», – вздохнула Регина. К похоронам она давно привыкла относиться исключительно как к работе, не примешивая к этому эмоции. Ее сочувствие родственникам клиентов тоже было строго дозированным и носило чисто профессиональный характер. Но иногда чувства все же прорывались наружу сквозь толщу прагматизма и рабочей рутины. Так было и на сей раз. Вид двоих юношей, вернее того, что от них осталось после аварии на автостраде, не смог не затронуть струны души женщины. Ведь совсем недавно это были живые и жизнерадостные молодые люди, решившие устроить автогонки на скользком после дождя шоссе. Вновь уныло кивнув, Камила направилась к Доротее, по пути приветствуя остальных. Себастьян хотел был ошепнуть ей пару утешительных слов, проходя мимо по коридору, но взгляд пронырливого Алехандро отбил желание беседовать с любимой девушкой. «Идиотская страна, дурацкие порядки и такая же работа!» Алехандро ругался вроде бы и негромко, но его злобное ворчание хорошо слышали Себастьян с Матео, на время ставшие грузчиками. «Только у нас человек с образованием вынужден заниматься черт знает чем и не может прямо сказать работодателю, что это не входит в его обязанности». «Почему это не может?» — пожал плечами Матео. Алехандро ничего не ответил, он подал голос, лишь когда все трое вышли к грузовику, чтобы в очередной раз взвалить на свои плечи поклажу. «Потому что его просто никто не услышит». «А почему бы тогда тебе не сменить работу?» — с невинным видом спросил Себастьян. «С твоим образованием ты смог бы устроиться получше». «Ага, сейчас!» — хихикнул Матео, хотя обращались совсем не к нему. «В больших компаниях годами надо пахать, чтобы хоть куда-нибудь пробиться. А здесь у нас он почти начальство, сидит только и своей кислой физиономией клиентов распугивает». От такой наглости и без того худое лицо Алехандро вытянулось еще больше и даже позеленело от злости. Он уже готов было что-то резко ответить, Матео, однако вовремя заметил наблюдавшую за ними Регину. Пробормотав себе под нос нечто вроде «угрозы», он молча поплелся за следующей крышкой. А жизнерадостный Матео подмигнул Себастьяну, проносясь мимо с неожиданной прытью, мол, слышал, как я его, будет знать. Парень едва сдержался, чтобы не рассмеяться, но, вероятно, картина веселящихся от души работников салона ритуальных услуг, перетаскивающих гробы, показалась бы странной для его педантичной хозяйки. И объяснений было бы не избежать. День и вправду выдался суматошный. Ближе к обеду начали появляться клиенты, родственники обеих семей, готовящихся к похоронам. У всех было чем заняться. Камила добросовестно помогала Доротея составлять букеты и делать венки из живых цветов, которых по случаю крупного заказа привезли множество. Но тут Пилар позвала ее к себе. «Камила, солнышко, ты не оставляешь Доротея ни единого шанса», прошептала она девушке, кивая в сторону мастерской. Погруженная в свои мысли, та не сразу поняла, о чем речь. Заметив ее удивление, Пилар пояснила. «Посмотри, вон тот молодой человек, один из заказчиков, глаз с тебя не спускает. Если бы ты взглянула в его сторону хотя бы раз, он уже наверняка подошел бы знакомиться. Да и тот другой тоже». «Но я не собираюсь ни с кем знакомиться», — возмутилась Камила. «Мне это и не нужно». «Вот именно, что тебе не нужно. А Доротея, может, и не отказалась бы. Между тем, пока ты рядом, ее вряд ли заметят». Камила заморгала, оглядываясь на мастерскую Доротеи. Ей вправду ничего подобного в голову не приходило. «Тогда, по-моему, мне лучше уйти». «Займись-ка своими делами», — кивнула Пилар. «Пусть Доротея одна потрудится». И пообщается. «Но ведь ей же нравится Освальдо, кажется». «А мужчины предпочитают женщин, которые нравятся кому-то еще», — улыбнулась старшая подруга. «Беги, беги, она и сама все осилит». Пожав плечами, Камила направилась к своему подвалу. Идти туда, чтобы сидеть без дела в одиночестве, ей совершенно не хотелось. Между тем, доставлять неудобства Доротеи она тем более не желала. Не привлекая к себе лишнего внимания, Камила спустилась в свой рабочий кабинет, как обычно называла это помещение. И каково же было удивление девушке, когда она заметила, что прямо посреди комнаты, на каталке, ее дожидается клиент. Пару секунд она не двигалась, застыв от неожиданности, а затем осторожно приподняла край простыни, чтобы изумиться еще больше. Клиентом оказалась совсем молоденькая девушка. Определить причину ее смерти было сложно. Красивое лицо с печатью неземной отрешенности, белое и гладкое, без следов насильственной смерти. Хотя в таком возрасте, а покойнице исполнилось не больше 19 и 20 лет, смерть не может быть естественной. «Кто же ты?» — спросила Камила у прекрасной незнакомки, словно та могла ответить. «Странно, сеньора Регина говорила только о двух парнях. Может, она просто забыла о девушке?» На красавице не было никаких украшений. Гладко причесанные длинные волосы спускались почти до локтей. Простое, даже невзрачное платье. Про себя уже назвав ее монахиней, Камила приступила к своим прямым обязанностям. Да, на умершей не было украшений, но она сможет преобразить ее лицо таким образом, чтобы естественная красота выглядела еще более одухотворенной. Теперь, уже не задавая себе глупых вопросов, Камила принялась наносить макияж. На минутку к ней заглянул Себастьян, и она встретила его рассеянной улыбкой, как и всегда во время работы. Понимающе кивнув, парень вернулся наверх, где в его помощи нуждались Диего и Матео. Любимая справится и без него. Когда он спустился во второй раз, она уже расставляла весь инвентарь по своим местам, а на кушетке... «Ничего себе!» присвистнул Себастьян, не скрывая восхищения. То, что удалось сотворить Камиле, действительно было достойно высокой похвалы. Кем бы ни являлась покойная при жизни, сейчас она выглядела прекрасной принцессой, что просто уснула, дожидаясь своего принца. Никакого яркого макияжа, ничего лишнего. Спящая красавица из сказки. Казалось, она вот-вот проснется, откроет глаза. «Тебе правда понравилось?» «Она прекрасна!» «Ты прекрасна!» «Ты истинный художник!» «Спасибо!» — скромно улыбнулась Камила. «Я рада!» «Думаю, никто не смог бы сделать лучше!» «Я закончила. Можешь забирать тело наверх!» Камила подтолкнула тележку в сторону лифта, но Себастьян замахал руками. «Подожди, девушку заберут только вечером. Я лучше пока отправлю ее в холодильник». «Хорошо». Она равнодушно пожала плечами. Свою партию в этой грустной песне девушка уже отыграла, и что будет дальше, ее не заботила. «Я вообще сегодня не рассчитывала на работу, сеньора ничего не говорила мне о девушке». «Наверное, просто забыла. Или ее привезли сюда позже». «Вероятно». Приводя в порядок рабочее место, Камила весело болтала с Себастьяном. Ее настроение заметно улучшилось. Спрятав тело в один из холодильников, к ним вела другая, едва заметная дверь прямо из подвала, молодой человек тоже выглядел довольным. Конец рабочего дня прибежал, словно верный щенок, и взмахнул вместо хвоста стрелками старого будильника на столике в кабинете Камилы. Теперь время опять принадлежало лишь им двоим. Субтитры создавал DimaTorzok